Привет, Литл Пампкин! Литл Пампкин приехал на тыквенную ферму. Ура! Короче, мы приехали на тыквенную ферму. Здесь очень много разных тыков. Можно их купить. Можно посмотреть представления. В общем, тут можно много чего делать. Смотрите, сколько всего. Во-первых, дело, нужно сходить в туалет. За вход 1 фунт мы заплатили. И мы заходим в Канзас. Слайк мне одевает рейсбенд. Только плотно надеваю, чтобы он не сочетал. Ну ладно, уже ты наклеил. Да как есть. Ну уже все. Просто обычно я могу его снять. Мне его одевают так, у меня узкое очень запястье. У меня узкие пальцы и узкое запястье. Все, пойдем. Каму тыкву. О, на них цены написаны. Посмотрите, вот 3,95 за такую. 4,95. А сколько большая стоит? 14. Слайк уже пошел за кофе. Хорошая кофемашина стоит какая-то. Что-то типа ля-морзурка. Пампкин, здесь вы! Там мама чья-то постоянно говорит, типа move away from the water. А они все время плещутся. Яблоки кидают в бочку с водой. Пополнение пампкинов. Класс. Сколько тыкв. Боже мой, это просто тыквенный рай. И оранжевые, и белые. Посмотрите, сколько их. Какого хочешь цвета? Там вот такие вот, как кабачата. Смотрите, зеленые. Смотрите, они продают манчкинс. Маленькие тыковки. Детки, короче, тыков. Сори, вышло солнце. Теперь моя тень будет на всем видео. В общем, смотрите, какие красивые. Панкар! Тут для детей просто рай. Смотрите, домики всякие, палатка вон с пауком. Все довольны. Скачет пупкорн здесь, бургеры, хот-доги, мороженое. В общем, рай. А здесь, смотрите, такие длинные. Не помню, как они называются, но, по-моему, они высыхают. И они так шуршат. Семечки в них так. Из них, по-моему, музыкальные инструменты делают. Или что такое? Что еще очень удобно? Стоят столы, где можно сразу вырезать тыкву. То есть мне нужно дома мусорить. Можно здесь все сразу вырезать. И забрать уже готовую. Ходи, если смеешь. Пауки такие на этом вигваме. А здесь летучие мыши. У-у-у. Пауки такие на этом вигваме. Пауки такие на это. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, в общем, я одну разрезала пополам. Буду готовить сегодня одну только, а вторую, возможно, просто так запеку или пожарю, как картошку, типа. В общем, самое сложное я сделала, конечно, немножко криво, но это неважно, потому что мы будем сейчас ее начинять. Потому что разрезать ее пополам. Сейчас я очищу ее от косточек и дальше покажу, что делать. Начинять я, кстати, ее буду грибами. Я вот такие вот взяла Close Cup Chestnut Mushrooms. И я хочу добавить еще немножко бри. Конечно, лучше было бы, наверное, добавить козьего сыра, возможно, именно для вкуса. Но у меня есть только такой, и я, наверное, сверху добавлю немножко. Мне кажется, должно быть вкусно. Ну что ж, репортаж с места убийства. Баттернет сквоша. Все, я вычистила семечки. И сейчас, что нам нужно, это я хочу убрать хотя бы, ну, несколько сантиметров самого баттернет сквоша. То есть я прямо ножницами, ой, ножницами, я прям ножиком сейчас вырежу немножко. И эти все кусочки порежу. И вместе с грибами буду тушить. И потом буду начинять эту же форму. Теперь разогреваем духовку. Я положила, я вот видите, хотела одну вычистить. Потом подумала, зачем я это буду делать? Зачем лишнюю морокку? Я ее просто сразу затушу, а потом уже вычищу. В общем, и ставлю тушиться, наверное, на полчаса или на 40 минут в духовку. Пусть она там сделает все, что нужно. Но он станет мягче, и тогда мы начнем ее начинять. А это я самое главное не сказала. Я посолила немножко чеснока. Еще добавила и немножко имбиря тертого. Все. И черный перец. Все, теперь она готова. Отправляем ее в духовку. Ну, а пока наша тыква в духовке готовится, я возьму грибы. В принципе, на глаз взяла. Я думаю, этого хватит и так. Потому что иначе будет все вываливаться из тыквы. И сейчас я быстренько их порежу и поставлю в сковородки, поджарю их немножко. И, в принципе, уже будет наша начинка готова. Вот что в итоге получилось. После того, как сквош стал мягкий, я вычистила немножко из него. Не полностью, потому что иначе тогда он развалится. И смешала с грибами, начинила обратно и поставила еще на 5 минут в духовку. Теперь можно, в принципе, посыпать какими-то пряностями, чем-нибудь, какой-нибудь приправой. Но я оставлю так и добавлю сейчас только бри. И пока оно все горячее, он немножко расплавится. Я думаю, будет красиво. Вот что у меня в итоге получилось. Я добавила немножко бри сверху. Как видите, он уже поплыл. На самом деле, я уверена, будет очень вкусно. Вообще, вы можете выбирать любую начинку, какую вы хотите. То есть, это на ваше усмотрение. Я видела рецепт, можно начинять кинуа, можно фаршировать, то есть, можно фарш какой-то добавить. Или просто кусочки мяса с чем-нибудь. Короче, можно делать все, что угодно. Но мне очень нравится именно с грибами. И в этот раз я решила добавить бри, потому что, мне кажется, он добавит такой, знаете, вкус необычный. В общем, такое для гурманов блюдо получилось. В общем, да, надеюсь, вам понравился этот рецепт. И вы обязательно его приготовите. Еще один шедевр от Славика. Мэр, мэр. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Две чашки кофе мы нашли Так что мы заодно Убираемся Какая то у нас супер тыквенная неделя получается Я буду сейчас готовить тыквенный суп-пюре И я уже не буду показывать подробно по шагу, потому что у меня есть на канале видео. Я сейчас, кстати, по нему и буду готовить. Это так смешно на самом деле. Если вы его еще не видели и хотели бы приготовить этот суп, я оставлю вам ссылку в описании. Под этим видео разверните вкладку и посмотрите. Очень вкусно получается. Так что все, я пошла готовить и покажу вам уже конечный результат. Вот что у вас получится. Закипел он уже, я его пюрировала. И обязательно добавьте чеснок, чтобы придать такую остроту, потому что сама тыква по себе сладкая. И добавьте мускатный орех. Он придает такой, знаете, пряный, интересный вкус. Ну, соответственно, посолите, можете поперчить. Я не перчила. Так что попробуйте, это очень вкусно. Напоминаю, что рецепт будет в описании. А у нас здесь очередная халловичница. У нас сегодня туман такой. Сейчас часов где-то 10, пол 11, а туман все еще есть. Еще не разошелся. Прикольно. А там то ли, что там, бегают, то ли что, не знаю. Что-то, чем-то занимаются опять. У нас сегодня небольшой шоппинг. Не было размера слайка в магазине. Я заказала онлайн. Две пары чиносов. Такие camel, как верблюжий цвет, и синий стандартный. Пока слайка там варит очередную порцию пельменей, я хочу приготовить каштаны. Я вот нужна как их готовить. Написано в гугле, значит, разрезать их крестообразно. Острым ножом. Так у нас есть острый нож? Наверное, вот так сверху нужно разрезать. Я так думаю. Мочете пойдет? Да, пойдет. Не знаю, так или так разрезать. Наверное, все-таки сверху. В общем, разрезать их вот так вот крестиком. И сколько их нужно? 30 минут при температуре 200 градусов. Сейчас попробуем. Мы покупали на набережной такие возле Big Ben и Лондона и продаются. И на Винте Вондулан тоже. Но дома я никогда не готовила. Так что сейчас попробую. Интересно, как получится. Слэк согласился мне помочь. Только там не полностью их разрежь, пожалуйста. На четыре части. Потому что в шкурках треснулось. Ну да, да, да. Чтобы шкурка... Он потом должен раскрыться, по идее. Угу. Написано, что он раскроется. И внутри должно быть мягкое. Ну, логично. Оно становится как картошка. Похоже на картошку. Надрезаем так все. И ставим в духовку на 30 минут. Мне в этом году вообще не захотелось вырезать тыкву. Поэтому я на ней вот нарисовала рисунок. Такой типа дом перекошенный. Вот если надо что-то перекошенное нарисовать, я умею. Если что-то симметричное, это не камня. Здесь было какое-то пятно. Я зарисовала его летучей мышью. В общем, мне кажется, довольно неплохо получилось. Рисовывалась вот этого рисунка. Похоже? Мне кажется, красиво. Хэппи Хэллоуин. Подписывайся на канал Слава Beauty Tips для того, чтобы не пропустить новые видео.